Я хотел бы, чтобы мы открыли сейчас мозг и поприветствовали наших друзей, которые приехали, чтобы работать с нашими российскими участниками, которые уверен... Сейчас. Одну секунду. Которые уверен. Охреневают. Давайте покажем, какие мы имеем быть гостеприимные, окей? I like it, uh-huh, that's the way it is, uh-huh, I like it, uh-huh, yeah. Привет. Привет. I was with Mikhail two weeks ago in San Diego, and he said all Russians are serious. Я встречался с Михаилом в San Diego две недели назад, и он говорил, что все русские очень серьезные. Не-не-не, вы не серьезные. Музыку, музыку. Serious? Серьезные? I've been teaching all over the world. Я проходил тренинги по всему миру. South Africa. В Южной Африке. United Kingdom. В Великобритании. Australia. В Австралии. Singapore. В Сингапуре. Бухарест. Бухарест. A lot more. All over the United States. И больше. Во всей Америке. This is the best, most energetic crowd I've ever seen. That is the first rule, even in the United States, you have to be excited, you have to know why you're doing what you're doing, or you're never going to get the result. So, oh, by the way, Trump didn't send me. Кстати, Trump меня не посылал сюда. So, my name is Bob Sears. Меня зовут Bob Sears. I've created hundreds of millions of dollars of breakthroughs for companies all over the world. Я принес доходы в сотни миллионов долларов своим компаниям, клиентам. I'm an author. I'm an author. Consultant. Consultant. Coach. Trainer. Я помогаю людям идти от места, в котором они находятся сейчас, туда, куда они хотят попасть. Кто из вас любит бесплатные вещи, получается? Кто любит бесплатные вещи? Во-первых, после этого всего я вам дам свои слайды на русском. Okay? So, we're going to work with them to make sure that you get all the slides, so you don't have to take all the notes, you'll have some information after, okay? And I have some free stuff we're going to give you at the end. And I have some free stuff we're going to give you at the end, okay? And I have some free stuff we're going to give you at the end, okay? Oh. So, there's my book. It's explosive growth, million-dollar business ideas, hardly anyone knows. It's business ideas, которые помогут вам вырастить ваш бизнес, которые никто не знает. And I worked for a company with Tony Robbins and Chet Holmes. Not everybody knows who Chet is. Do you know who Warren Buffett is? He worked with his business partner, Charlie Munger. And he helped double their businesses, nine different divisions. И он удвоил их бизнес в девяти разных отделах. Three years in a row. Три года подряд. Double, double, double. То есть удваивал, удваивал, удваивал. That was my mentor. Это был мой учитель. Это вот то, что, как бы, я считаю, что должно сделать меня известным. Когда мои клиенты слушают меня два с половиной часа. Они удваивают свои продажи за 24 часа. За 24 часа он пришел от одного миллиона, от одного одного миллиона до двух одного миллиона. Кто думает, что это сумасшедшее? Кто не верит? Но это правда. У меня есть отзывы. Если кто-нибудь хочет посмотреть, то я могу вам их дать, только на английском. То есть, почему я это говорю? Потому что многие люди этому не верят, хотя это на самом деле правда. То есть, поэтому нужно свой маркетинг держать в таком реальности. Кто хочет узнать, что я ему сказал, чтобы это случилось? Если вы хорошие будете, тогда, может быть, расскажу. В конце расскажу об этом. Я вас немножко спровоцирую, окей? Как много людей считают, что есть бизнесы, в которых люди гораздо меньше имеют опыта, но более успешны, чем вы? Как много людей считают, что есть бизнесы, которые более успешны, чем ваш, но люди там гораздо глупее, чем вы? Правда ведь? Правда. Это правда, да. Может быть, даже хуже, чем это. Многие люди даже хуже выглядят, чем вы, и все равно более успешный бизнес. Это правда. Это шутка. Видимо, не очень хорошая шутка в русском. То есть, есть страшные, глупые и неопытные люди, которые все равно более успешные, чем вы. Как вы себя, как вы чувствуете, что вы чувствуете по этому поводу? Вы не рады этому? Вот что происходит. Они делают что-то по-другому. Я научу вас этому другому. Между бизнесами всегда есть какая-то пропасть. И годами я помогала найти эту пропасть и уменьшить ее, или вообще убрать. Что происходит, это то, что когда вы убираете эту пропасть, это ускоряет ваш бизнес быстрее, чем вы можете даже себе представить. Как много из вас хочет увеличить свой бизнес и вырастить его? Как много людей хотят сделать большой бизнес? Okay, I want to make sure I'm in the right place. Кто любит продажи? Я люблю русских. Я люблю русских. Я путешествую по всему миру, и когда я спрашиваю, кто любит продажи, все обычно пускают свои руки. Это другое место. Здесь собрались, здесь собрались все русские, которые любят продажи, но это все из них. These are all, these are all Russians who love sales, not like, these are all. This is good, though. Это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что большинство людей в мире, на самом деле, боятся продаж, и бизнесы обычно плохо работают, если вы боитесь продаж и не любите продажи. Я очень хорошо умею продавать. У меня 48% продаж, которые я делаю, я заканчиваю. Аverage in the United States is 15%. По-среднему, по Америке, это где-то 15%. So I double everybody else, okay? То есть я делаю в два раза больше, чем другие. So they asked me, they said, this is trends on sales, and I'm going to talk about United States business. The first thing I'm going to say is be real. То есть это вот тренды в продажах, и я сейчас буду говорить про американский бизнес, про американские техники. И первое правило, это надо быть настоящим. Быть реалистом, наверное, нет? Be real. Be real. Be yourself. Да, будь собой. Я работаю с компаниями в России уже. И обычно это очень поверхностное обсуждение. Be yourself. Быть собой. Be attentive. Будьте внимательными. То есть обращайте очень много, обращайте внимание на человека, с которым вы работаете. It'll give you everything you need to close the deal. Это даст вам все, что нужно, чтобы сделать эту продажу. Интересно, да? И интересно, насколько перекликается. То есть он то же самое говорит, что мы сегодня в первой части. Вы переводите, да, это вообще? То есть это то же самое, что мы сегодня говорили. Я слышал, что вы это говорили. Что вы говорили Натали? Мы говорили, тебе надо найти свою ключевую компетенцию. И что ей нужно внимательно относиться, когда она делает кастомер-девелопмент, да? Задавать правильные вопросы для того, чтобы быть вот этой, attentive, да? К людям, с которыми она работает. Это правда, потому что вы должны быть эмоциональными и уверенными с человеком. Напишите это. Это не то, что вы говорите. Это как вы это говорите. Да? Сейчас мы поговорим о базовых таких элементах бизнеса и продаж, потому что это есть самое главное, с чего все начинается. Я покажу вам сценарий, который я использовал, чтобы сделать 30 миллионов долларов. Я научу вас, как отвечать на отказы, которые вы получите. Я объясню, что вот это такое. И объясню вам, как я помог этому клиенту, у которого я говорил, заработать миллион долларов за 24 часа. Поднимите руки. Высоко. Когда вы. У кого есть воронка? Поднимайте руки. Если у вас нет ее, то вам она нужна. Как много из вас делают свои планы за день или неделю? Look around. Лист это план или это емейлы отсылать каждую неделю? О. Это значит, сколько из вас отсылает одно письмо в неделю своим клиентам? Hit, hit probably didn't make sense. Did hit not make sense? Yeah, hit. Емейл daily. О, окей. Да, емейл daily. Да, проявляйте мейлы своим клиентам. Ну, то есть, как много из вас сообщения посылают по базе, по своей базе клиентов в день, ну, каждый день или в неделю? Кто из вас? Поднимите руки. Not so much. Not so much. Do webinars. Проводите вебинары. Look around. Посмотрите вокруг. Use automated webinars. Проводите автоматические вебинары. It's the same hands now. Те же самые люди. Have a business plan. У кого есть бизнес-план? Same hands again. A few more. Tоже побольше немножко. Have a policies and procedures for your business. Есть список процедур и правил для вашего бизнеса. Very few. Очень мало. Use sales scripts. Используйте сценарии продажные. A little bit. Use objection handling scripts. Используйте сценарии по решению отказов. I got one of these. Track everything. Следите за всем. Ah. What are you tracking? Что? Зачем следите? You know your lifetime value of a client. Вы знаете ваш жизненный цену клиента. Жизненный, да, цикл. No, lifetime value, LTV. No, your 30-day client value. Знаете, месячный, месячный вот value. Ценность. Ценность клиента. Два человека. Have upsells and downsells. A little bit better. That list is very small for what you should be doing. Это очень маленький список вещей, которые вы должны делать. That's not even the full list. Это даже не полный список. See the gap? Видите разницу? You said you want to grow your business, right? Вы сказали, что вы хотите вырастить свой бизнес. Как много людей обещают, что они обещают и намереваются на самом деле вырастить свой бизнес? I know. Everybody. Все, да? Задание на неделю. Сейчас я вас научу, как я заработал 30 тысяч долларов. За пять минут. Я попозже, после этого всего вам отдам это все на русском, конечно. То есть у меня есть клиент, с которым я работал, и вот которым мы заработали много денег. И вот этот сценарий, который мы с ним использовали. Is that long? This might not be for you. То есть начинайте. Прежде чем мы начнем, это может быть не для вас. In fact, I'm not sure I'm a good fit for you. На самом деле, я даже не уверен, смогу ли я вам помочь, если мы подходим, если я вам подхожу. And I'm not sure you're a good fit for me. И я не знаю, подходите ли вы мне. Is that fair? Это честно? In fact, I'd like to ask you two important questions. На самом деле, я хотела бы задать вам два важных вопроса. That I ask all my clients before we work together. Которые я задаю всем моим клиентам, прежде чем мы работаем вместе. Are you open to coaching? Вы открыты к тренингам? And he said, да. И он сказал, да. And I said, so you're telling me you're open to coaching. I repeat it back. И я сказал, я повторил то, что он сказал. То есть вы говорите мне, что вы открыты к тренингам. I said, awesome. Я сказал, отлично. Are you committed and promised to do the things I tell you to do? То есть вы намерены и обещаете делать то, что я скажу вам сделать? Because I'm going to give you great ideas, but if you don't use them, they won't work. Потому что я вам дам хорошие идеи, но если вы их не используете, то они не будут работать. He said, да. Он сказал, да. I want to do this. Я хочу это сделать. I said, great. I have 90% of whatever I need now to close you on anything I want. Я сказал, отлично. У меня теперь есть 90% всего того, что мне нужно, чтобы помочь вам. And he said, huh? Он сказал, что? So I said, the reason I said before we begin. И я сказал, что причина, почему я сказал, прежде чем мы начнем. I was dropping your guard. Я опускал вашу защиту. The reason I said this might not be for you. Причина, почему я сказал, что может быть это не для вас. That was a pattern interrupt. Это был как бы разрыв шаблонов такой. To make sure you pay attention. Чтобы быть уверенным, что вы внимательно меня слушаете. Then I said, are you open to coaching and promised? Потом я спросил, открыты ли вы к тренингам и обещаете ли вы? And I repeated it back to you. Я повторил это вам. So you knew I was listening to you. Чтобы вы знали, что я вас слушаю. Then I knew if you said no to me, I would say, you said you were promised and open to coaching. Потом я знал, что если вы скажете нет, то я бы вам ответил, так вы же сами это сказали, что вы были открыты к тренингам и коучингу. And I would say, you said that, are you lying to me or yourself? Я бы сказал, вы же это сказали. Вы мне врете или себе? And he said, And he said, That's what I need to teach my salespeople. Вот что я хочу, чтобы ты научил моих продажников. Here's a check. Вот тебе счет. Do Russians object any time? Русские вообще говорят нет. Never? Никогда? They just say yes. They say да. They say да. All the time. No problems. So when I teach sales, I had to... What's the worst objection you could get? Когда вот вы продаете, какой самый ужасный отказ, который вы можете получить? I came up with go away and die. Я подумал, что это, наверное, иди умри. That's bad. Но это плохо. If you call someone and they say go away and die, It's pretty bad. If you call someone and they say, Иди умри. It's bad. Особенно, если это твоя мать. What's that? Even if it's your mom's mother. What's that? If it's your mom's mother. Well, if it's your mom... Anybody who says that to me, I might be... A little bit. If it's your mom's mother, If it's your mom's mother, It might be a little bit. So the first thing you're going to do Is acknowledge the objection. То есть первое, что вы должны сделать, Это увидеть этот отказ. Зарегистрировать его. Will you help me? Поможете мне? What's your name? Как вас зовут? Руслан. Like Slug? Руслан. Slug. I'm going to call you Bob. Okay. So tell me to go away and die. Скажите мне, чтобы я пошел. Go away and die. I completely understand You want me to go away and die, Bob. But if I could show you a way To help your business, Would you give me two minutes Before I went away and died, please? То есть я прекрасно понимаю, Bob, Что ты хочешь, чтобы я ушел и умер. Но прежде чем я пойду и умру, Можно я сначала объясню тебе, Как вы можете вырасти свой бизнес? Нет? Нет? Say go away and die again. Go and die. Боб, я знаю, ты не знаешь этого, Но я очень сильно заботюсь О тебе и твоем бизнесе. Если ты не будешь со мной работать, Ты пропустишь просто Замечательную возможность. Give me two minutes right now. I said now. Thank you. See, so you want to make sure That you acknowledge the objection. You use their name. If you don't know their name, You get it. То есть нужно сначала Как бы понять этот отказ, То есть повторить его, может быть, И узнать их имя. And then you address it. И потом вы отвечаете на него. You can do, If I can do it with go away and die, Если я могу сделать это с уйди и умри, Can you use it for price? То вы можете это использовать в вопросах с ценой. Can you use it for I don't have time? По вопросам, что у него нет времени? Can you use it for whatever? И для любых других отказов. Да? Да. Причина, почему в Америке мы так хорошо работаем в бизнесе, Мы изучаем пути к успеху. Вот как я пишу каждый сценарий. Постоянство. Постоянство, это Помните, когда я спросил, Вы обещаете? Это было обещание мне или себе? Себе. Ну мы любим сами себе врать вообще? Нет. Нет. Это водка все у вас говорит. Мы не любим врать себе. Мы сделаем все, чтобы мы сами не выглядели глупо. Это человеческое. Не русский, американский, Сингапур. Это человеческое. Это человеческое. Это не по национальности, не русское, не американское. Это человеческое. Превосходство. Ну, например, в Рождество. Кто-то дарит вам подарок. А вы им не купили ничего. Как много из вас скажут, ой, я дома забыл твой подарок. А потом вы в магазин побежите. И купите им еще лучший подарок. Чем они вам купили. Это вот превосходство. Авторитет. Вы слушаете докторов? Нет. Нет. А писателей? Потому что у них есть авторитет. Они успешные. И причина того, почему вы слушаете его, это потому, что он создал этот авторитет. Нравится. Нравится. Да. Дружелюбность. Если люди вам... Если вы не нравитесь людям, они у вас ничего не купят. Кто думает, что он нравится людям? Не нравится. Извините. I love you guys. Кто думает, что они не нравятся людям? А, so it's less. Sorry. Social proof. Okay. McDonald's is here, correct? Do they still put millions and millions served on the sign? Here? They never did. Okay. In the United States, McDonald's puts millions and millions served. В Америке на знаке McDonald's написано обычно, миллионы и миллионы были обслужены здесь. Потому что, когда вы проезжаете мимо, и вы никогда там не кушали, что я один такой, что ли? So they built social proof. То есть, они вот такое социальное доказательство строят. And then scarcity. И маленькое количество, то есть недостаточность. Got it? Да. Scarcity. When you make an offer, if there's a lot, no one cares. То есть, как дефицит. То есть, если вы делаете предложение, и там много этого продукта есть, то всем все равно. I have one left. То есть, вы говорите, у меня только одна осталась. Everybody cares. И всем сразу вдруг это надо стало. Even if they didn't want it. Даже если они не хотели это изначально. Right? Да? Правильно. All right. Now I'm going to say how I did the one million. Anybody want to know how to do one million dollars in 24 hours? Кто хочет знать, как заработать миллион с 24 часа? They don't want to know. They don't want to know. You don't want to know. You don't want to know. You don't want to know. Want to know? All right. Хотите знать? Ну, все. How many of you do a to-do list? Raise your hand if you do a to-do list. Кто из вас пишет список дел? Hi. Повыше. Okay. Almost everybody. Почти все. Stop. Перестаньте это делать. Stop. Перестаньте. Я сказал своему клиенту, хватит писать списки дел на день. Нужно сделать одну вещь в день, которая будет самой важной, которая продвинет ваш бизнес вперед. Если вы будете делать одну самую важную вещь для своего бизнеса каждый день, целый год, как вы думаете, что случится в конце года? Я не платил ему денег. Теперь у вас есть список дел. Это легко. Это я сейчас сделаю. Нужно, конечно, зарабатывать миллион долларов, но мне нужно сначала имейл проверить. То есть он сделал это, клиент, начал это делать на следующий же день. Посмотреть на список дел. Он поговорил с клиентами уже шесть недель назад. Может быть, я должен позвонить им еще раз. Они говорят, да, вообще-то мы уже ждем твоего звонка так долго, и мы хотим продолжить наш бизнес. 500 тысяч долларов контракт. Он посмотрел на свой список дел опять. Когда он посмотрел на свой список дел опять. Да, мы ждем твоего звонка, мы хотим продолжить. 500 тысяч долларов контракт. Он звонит мне. He said, boy, am I a big idiot. Вот я идиот. He goes, you help me close one million dollars in one day. Ты только что помог мне сделать миллион долларов за один день. And you know what I said? Знаете, что я сказал? Ты мог потерять оба этих контракта. And he said, I know. И он сказал, я знаю. Еще его научил как работать с самыми большими компаниями в его индустрии. Что-то, о чем он даже думать не мог раньше. Потому что он думал, что они скажут нет. И другие два звонка, которые он сделал в тот день были, чтобы говориться о встрече с ними. И они обе сказали да. That's it. So, I asked earlier, how many people want to grow their business? То есть я спрашивал до этого, кто хочет вырастить свой бизнес. That means scale. Это значит, scale. Scale. Expand. Expand? Расширение. You scale. Расширение. Make it huge. Huge. Сделать его большим, огромным. Расширение. Короче, scale. 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 We, in US, we call it scale. We say progressive gets progressively bigger. В Америке мы называем это scale. Геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, да. Масштабирование. Scale. Scale. Oh, alright. Scale. Yeah. I thought you did it, I don't know. You know scale? I know scale. You know scale, okay. You scan on the scale, it tells me I'm 400 pounds. Да, я стою на весы, они говорят, что я слишком много вешу. И прежде чем я научу вас, как это делать, в геометрической прогрессии работать, Малыш, он не начинает сразу после того, как он пополз, он не бежит сразу. Correct? Правильно? Да. The business doesn't either. If you don't understand the basics, If you don't understand the basics, You can't run. You can't run. Understand? Понятно? So, I had that there and it disappeared. So, I'm going to teach you, I'm going to give you a bonus. Anybody want a bonus? Who wants a bonus? Because a lot of you, Are you online? Selling online? Вы продаете онлайн, правильно? Show of hands? A lot of you sell online, correct? Много из вас, многие. Do you realize there are millions and millions of buyers looking for products and services every day? Вы понимаете, что миллионы и миллионы покупателей ищут продукты и сервисы каждый день? That you're not even connected to yet. Вы даже с ними связаться не можете пока. Not leads. They're actual buyers wanting to buy. Не просто потенциальные какие-то клиенты, а на самом деле покупатели, которые хотят купить. Видите эти сайты у меня вот здесь за спиной? There are ways, and this might be a challenge, to piggyback off of what they're doing already. Piggyback off the buyers. To, how are we going to say that? То есть, покупатели помогают им развивать свой бизнес. Piggyback? 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 Yeah, like, we'll help carry you. То есть, покупатели помогают им развивать бизнес. Yeah. Okay. Well, yeah, they would be able to use the resources, or, um, how would I say it? Oh, hold on. Hold on. You, everybody know the secret? Все знают эту книжку, секрет? Да? You know Bob Proctor? Знаешь Боба Проктора? The suit? Да, да. Chicken soup for soul. No, the other one. The old guy with a, with a 5,000 Brioni suit, Bob Proctor, my business partner, Chuck, ran all the events for him. So, this is a way for you to tap into all these sites, like Amazon, right? То есть, мы поможем вам. eBay, Google. Это и есть путь для вас, чтобы попасть на все эти сайты, как Amazon, eBay, Google. And partner with them in a way. And стать с ними партнерами в каком-то смысле. To expand your business internationally. Чтобы расширить ваш бизнес в международном, на международных масштабах. Ну, то есть, прикольная штука, он говорит, вы поняли, да? То есть, ну, я объясню сейчас. Я, я как понял. I explained it. Okay. Ну, то есть, есть набор сайтов, которые помогают за вас сделать всю работу. То есть, вы выкладываете товар, они доставляют, они размещают, они доставляют и делают это все за вас. Вот он в Америке продвигает вот эту систему, с помощью которой вы берете свой товар, как я понимаю. Размещаетесь там везде и как бы эти сайты помогают вам дальше продвигать ваш товар и продукт. В принципе, я думаю, что это интересная тема для тех, у кого, ну, продукт интернационально, ну, то есть, вы можете размещаться в других странах, просто взять как, ну, то есть, техника размещения на площадках. Просто площадки не российские, а международные, интернациональные. Понятно, да, система? Да. Найс. Thank you. Very good. So, you can create wholesale expansion all over the world. То есть, вы можете расширить свой бизнес полностью по всему миру. You laugh. Да, вы смеетесь. One of our clients. Да, один из наших клиентов. They do $500,000 a month. Они зарабатывают $500,000 в месяц online. From those seats. Прямо вот с этих кресел. Let me ask you a question. Кстати, очень крутая идея. I think that's a great idea. То есть, это вообще для вас, если честно. То есть, вот он интересную штуку говорит. То есть, если вы возьмете свой продукт, вы же не знаете, нужен он в Америке, в Европе или нет. Но кто вам мешает разместиться, как вы на Авито здесь размещаете, на Тио, на Яндекс.Директ, разместиться просто на всех, на более продвинутых площадках, которые вам помогают. С прекрасными украшениями, которые не выходят у меня из головы. Видимо, придется визуализировать что-то другое теперь. You're talking about our necklace again? You're talking about our necklace again? Вы опять про украшения говорите, да? See, I understood more than you thought. I have an interpreter. Я понимаю больше, чем вы думаете, мне переводят. I think that it's a great idea. That they have amazing products, but if they, you know, they can just share all the world. And we actually have strategies that are actually more expansive than even that. But here's what I want you to listen to for one second. Вот что я хочу, чтобы вы услышали буквально секундочку. This couple, это пара. Linda is 65 years old. Linda is 65 years old. She was financially challenged. У нее были очень большие финансовые трудности. She started her business and is doing that now. Three years. Начала свой бизнес и зарабатывает вот эти деньги сейчас, за три года. So what excuses do you have? То какая у вас, какая у вас отговорка тогда? If she can do it, если она может это сделать, what does that mean? Что это значит? What one person, write this down, what one person can do, что один человек может сделать, another person can do. Другой человек тоже может сделать. And it's not Russian American, it's human beings. Это не русское, не американское, это опять же человеческое. Да? Yes, we can make BM great again. I'm going to answer questions in one minute. What's that? What do they do, Linda? They sell on Amazon. They sell on Amazon. Primarily. What do they sell? Oh, everything. They don't answer this question. No, no, no. No, seriously. Listen. Listen. Это важно, это отличие. Вот это, которое мы не замечаем. I mean, ugly stuff. Все уродливые какие-то вещи вообще. Everything. Все просто. No joke. Не шутка, это правда. Chuck and I have an Amazon business. У Чака и у меня тоже есть бизнес на Амазоне. The first thing we sold. Первое, что мы продали. Bird seed. Sorry? Bird seed. Сиденья для птиц. Bird seed. Bird seed. Is it share for bird? Bird? No, uh, feed. Feed. Семена для птиц, не сиденья. Bird food. Bird food. Еду для птиц. Who here would want us to show you our business partners, me, Ben, and to show you how to grow your business and scale your business? Yes? Nobody, nobody wants us to do that. Никто, что ли? You don't have to. I don't... Listen, it's okay if you don't want that. Если вы не хотите, то ладно, ничего страшного, в принципе. Я уже хочу. Who wants to increase their sales? Increase your sales, yes? Повысить свои продажи, да? So here's the deal. То есть вот в чем дело. We've come into Russia. We started helping people like... Do you know EcoPlant? You know EcoDashPlant? EcoPlant. EcoPlant. Large company, we're helping them grow their business. We have others already in Russia. That's why we're here. Bольшая компания. Мы вообще к ним приехали, наши партнеры. Мы помогаем им развивать бизнес сейчас. Flew all the way from the United States to sit down and help them grow their business. Мы приехали прямо вот из Америки, чтобы сесть с ними вместе и помочь им построить бизнес. Расширить их бизнес. Если вы пойдете на этот сайт, We have stuff for you for free. Даст там много очень бесплатных вещей для вас. Like just tools and information to help you grow your business. Разные инструменты, информации, которые помогут вам вырастить ваш бизнес. Для некоторых из вас. Есть такие средние вещи, но и также достаточно высококачественные вещи на этом сайте. Не для всех, конечно. Не для всех. Если у людей есть бизнесы, которые стоят больше 200 тысяч долларов. Вы можете общаться, работать с нами лично. Here's the deal. Вот дело в чем. Вот в чем дело. Anybody want a translator? Кому-нибудь нужен переводчик, он спрашивает. We know there are, what is it, like 10,000, 11,000 people all over. Okay. We're only taking on 30 clients at the high end. То есть мы всего работаем с 30 клиентами, на самом деле, лично. И все. So it's very restrictive because we work with you to make sure that you grow very quickly. If you want to double or even double your sales over the next year. То есть мы достаточно лимитировано работаем, но мы работаем с вами, если мы точно знаем, что вы хотите вырасти свой бизнес и удвоить его на следующий год. You need to be committed. Вы должны быть намерены точно это делать. You need to be very serious. Должны быть серьезными. And I know you guys are open to coaching, right? Я знаю, что вы открыты к коучингу, правильно? Да. Спасибо. Я хочу, да. Я хочу прокомментировать и задать пару вопросов. Да, смотрите, очень важно, очень важно то, что они делают. В начале они долго объясняют, чем они занимаются и кто они такие. Потом они дают в конце, в середине полезные идеи и большое, и большое внимание они уделяют следующему шагу всегда. Следующий шаг, вот что должно быть. И на это очень прикольно посмотреть с точки зрения вообще мастерства вашей презентации, как вы презентуете себя своим клиентам. Потому что что они знают и понимают? Они понимают, для кого они это делают, они понимают, что они дают, и они понимают ваш следующий шаг. Очень часто мы на встречу приходим, и мы не понимаем, к кому мы пришли, на какой следующий шаг мы закрываем людей. Они вот этому уделяют эти половину презентации, объяснить, для кого это, и объяснить, для кого в конце. Я хочу спросить вот такой вопрос в конце. Давайте попросим ему сказать правду. Вот как ты считаешь, как вы считаете, какие… Да, вопрос. На какие вещи… Чего нам не хватает? То есть что есть? Вот вы общались уже со многими русскими предпринимателями, и можете ли вы сказать, вот какое сильное качество есть, на которое можно опереться? Да, и что, наоборот, они не понимают? Что есть сильное, и что, наоборот, блокирует результат? Можете, вот так как времени мало, сказать честно? Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 это perfect. So, the strength of right now, what I see, especially from your group. Сила того, что я сейчас вижу, особенно в вашей группе. You're open to coaching. Вы очень открыты, открыты к тренингу. И к обучению. И к обучению. And you implement. И вы, на самом деле, начинаете внедрять это сразу. So, the United States. В Америке. We can own any business, do anything we want, correct? В Америке у нас может быть любой бизнес, и делать мы можем все, что угодно, правильно? And they're lazy as shit. Но они такие все ленивые. Как shit. Непереводимый американский фольклор. I cry every day. Я каждый день плачу. Seeing very good people. Когда я вижу хороших людей. Be lazy and not take advantage of what we have in the United States. Которые ленивые, которые не пытаются даже использовать то, что Америка им дает, с чем они могут работать. You work your asses off. You'll get the greatest result in the world. Если вы работаете очень упорно и очень много, то вы получите лучший результат. Ну, он почти так это сказал, как вы поняли. Почти так. Насколько погрубее. Очень стараетесь, так скажем. And, by the way, I see it here almost more so. I mean, other countries really work hard. But I'm seeing it happen right now. You're at a... It's a turning point for you all. Многие страны вообще много работают, люди в странах. Но здесь я вижу это практически больше, чем где-либо. И это, как бы, для вас такой поворотный момент сейчас. Oh, by the way. Кстати. And it's because of Mikhail and the group. And can we give them applause? Да, можно похлопать Михаилу и всей команде? Right? Seriously. What they're doing for you, you don't even understand how incredible this is. What they're doing for you, you don't even understand how cool it is. You really don't. You really don't. We do this all over the world. And I'm not kidding when I say this is the most energetic, incredible crowd I've had in years. No joke. Where's my hundred bucks for saying that? My hundred dollars for saying that. Oh, yes. We prepared. We prepared a hundred dollars for you. Yeah. If it's a hundred rubles, we get a challenge. All right. Any other questions? If you do it, you can go home. But if not, it will be cruelly. It's just a cruel Russian accent, you know. Any other questions? What? We're going to go ahead. We're going to go ahead. We're going to go ahead. We have seven speakers today. I think we'll try to make the next time group even with our coaches. We're going to go ahead and talk about it. Не, он понимает. Скорость интернета, скорость интернета. Мы же можем, да, правду спросить, да? Мы же, нет? То есть, вы можете сказать правду, чего мы не видим, что нам нужно увидеть? The biggest gap is you don't have the years of experience that we do. То есть, ну, самое большое это то, что у вас нет столько лет опыта, как у нас. We've made all the mistakes. Мы сделали уже все ошибки. Очень много. So we, does anybody understand, do you know what modeling is? Вы знаете, что такое принцип моделирования? Modeling? Not, not. Не вот это вот, не это. Modeling is, if you do something someone else does, you're going to get the same results. Modellирование, это как, если вы будете делать то же самое, что делает другой человек, вы получите те же самые результаты. The reason I'm here причина, почему я тут is I find the best people потому что я нахожу лучших людей and I do everything they do. Я делаю все то же самое, что они делают. The challenge is there's only a few people who have all the knowledge at this point, like Mikhail is bringing to you. In the United States I have an unfair advantage because I already have the people. проблема в том, что очень много достаточно много людей есть с опытом и со знаниями которыми не могут делиться. Но и вот Mikhail привозит вам эти знания, когда он ездит в Америку, например. А у меня, как бы, преимущество в том, что... I'm scared that... Yeah, it's no problem. CC, I'm Mikhail and he's a Peter and it's okay. Totally. What? I don't think you mentioned him this way. Mikhail is my partner. I'm a Peter. but there's no problem. No, no, no. Он говорит про Мишу, потому что они работали, он правильно все говорит. But I'm saying you have people, but again, I have multiple people. So that's the biggest thing. You don't have all the knowledge you need to jump. You have to make some mistakes. Самая большая проблема в том, что у вас просто немножко не хватает знаний для того, чтобы сделать этот прыжок через пропасть, которая разделяет хороший бизнес от замечательного. Вот. Все. Похлопаем. Спасибо большое. Сейчас. Давайте похлопаем, как вам понравилось. Давайте поприветствуем наших гостей. Я хочу... Я хочу от себя сказать... Извините, я от себя скажу. Я от себя хочу сказать, что... Еще раз можете так сделать? А вы переводите. А вы переводите. Спасибо. Вот это по-русски. Я хочу... Одну секунду. Дайте я скажу. Ребят, одну секунду. Одну секунду. Я на самом деле хочу сказать, что я... Ну, это знаковое событие. Ты переводи на ушко. Это знаковое событие, потому что наши ребята сейчас учатся в Италии. И мы активно учимся у Америки. К нам начинают приезжать американцы. Это действительно очень важно для нас. И я горд тому, что насколько вы открыты и пропускаете разный опыт, и насколько вы встречаете этих гостей. Ну, я реально очень горжусь, что как вы восприняли эту информацию. Я думаю, что та благодарность, которую вы направили, сделает так, что больше гостей из разных стран будут приезжать и делиться своим опытом. И в этом зале, да, про бизнес нет никакой политики. Мы здесь за общий результат. И это очень важно, потому что люди взаимодействуют, когда есть контакт на уровне бизнесмен-бизнесмен. И это основа, основа дружбы стран. И очень здорово, что это происходит именно здесь. Поэтому давайте поприветствуем наших гостей и всю Америку, как мы учимся вам. Спасибо.